Укладка ламината бесплатна при покупке в магазинах Ковры Мира. Великолепный ламинат и паркетная доска, кафель и керамическая плитка, линолеум, ковры, обои. Все это с бесплатной доставкой. Все со всего мира и в одном месте. Ковры Мира. Мы делаем ваш дом особенным. Это «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. Главное сегодня, в среду, 20 ноября. Вины не признала. Учредитель агентства недвижимости БТИ Эльвира Джабаева уверяет, что не обманывала клиентов. Я чистая, предполнена, предвидней. Между тем у следователей уже десятки заявлений от пострадавших. Форменный позор или небольшой проступок. В Кардаилове обсуждают арест главы сельсовета. Алексей Вдовикин угодил в СИЗО за пьяную поездку. Отдельная койка. Место у него есть, имеется. Туалет в хамере находится. Открыть вовремя помешали дожди. Пешеходный переход в районе ОГУ начнет работать с двухнедельным опозданием. И когда за жизнь маленького ребенка нужно заплатить большие деньги. Родители Аяны Майдановой просят о помощи. Жертвы угарного газа. В Беляевском районе погибли три человека. Двое мужчин и одна женщина. Их тела обнаружили накануне в частном доме в селе Ключевке. Причиной трагедии, скорее всего, стали нарушения правил эксплуатации газовой колонки. На момент осмотра места происшествия температура в помещении была плюс 45 градусов. По факту гибели следователи возбудили уголовное дело. Крупное ДТП в Осикеевском районе. Там автомобиль АК столкнулся с грузовым составом. Все произошло сегодня в 14.15 на станции Заглядина. В результате два человека погибли. Еще один в тяжелом состоянии в больнице. Все они находились в легковушке. Известно, что переезд был нерегулируемым. Виновником аварии предположительно стал водитель АКИ. Миллионы похищенных рублей и десятки пострадавших в уголовном деле адвоката и основателя риэлторского агентства БТИ появились новые подробности. Как мы уже сообщали, Эльвиру Джабаеву подозревают в крупном мошенничестве. Ее сдержали накануне после того, как к следователям обратилась одна из обманутых клиенток. Спустя сутки в дежурную часть начали поступать звонки и от других пострадавших. Сколько их на самом деле правоохранители говорить пока не берутся. Все подробности у Ольги Патрушевой. Я чиста перед Богом и перед людьми. Считаю, что суд в дальнейшем разберется, права я или нет. Скрываться от журналистов Джабаева не стала. Попросив слова, она начала уповать на свою невиновность. Мол, то, что сейчас она по ту сторону закона, виноваты ее враги. Я достоверно знаю, кто, но сказать этого не могу. Потому что это былые слова, подтвержденные фактом. В дальнейшем будет установлено вести и будет вина. Женщина не отрицает, денежные долги есть. Хотя признается, лично она с этим не согласна. Но раз так решил суд, то ей, как честному юристу, придется согласиться. Клятвенно обещает все имущество распродать и с должниками расплатиться. Но только если будет на свободе. Избрать подозреваемую меру пресечения в виде заключения под стражей в следственном изоляторе города Оренбурга. Своими доводами суд она не разжалобила. На решение оставить ее за решеткой даже не повлияло то, что у нее несовершеннолетний ребенок. Главным аргументом ареста стали жалобы потерпевших. Они уверяли, Джабаева и ее муж неоднократно им угрожали. Мне угрожал по телефону муж, вот именно подозреваемый. Он мне угрожал смертью дочери. Ольга Артюхова живет в страхе несколько лет. В 2010-м она мечтала о своем доме и даже присмотрела новое жилье. При покупке хотела, чтобы все было по закону, потому к Джабаевой обратилась. Она отдала юристу деньги, даже не подозревая об обмане. Она меня на своем Лексусе повезла в банк. Я с маленьким ребенком, понимаете, сняла деньги, передала. И она такая добрая. Вот дом, в котором я и моя семья прожили 11 лет. После встречи с Джабаевой на улице оказалась и семья Ирины. Продав свое единственное жилье, они планировали купить дом поновее. На деле уже несколько лет Ирина, ее муж и престарелая мать, снимают однокомнатную квартиру. Все, что она получила за свой дом, пошло на первую плату за временное пристанище. Когда откликнулась вот эта Джабаева Эльвира, сказала, что мы продаем дом, и уговорила меня продать за 2 миллиона. В общем, дала за даток 10 тысяч, а остальные деньги я не получила. Следователи говорят, спустя сутки после возбуждения дела потерпевших прибавилось в разы. Пока они даже не берутся подсчитать их точное число. Возможно, не один десяток обманутых за порядочный срок ее юридической практики. Между тем, даже несмотря на ее задержание, клиентов у агентства меньше не становится. Учредитель этой компании находится следственная золяция. Вы знаете, кто это? А вы сюда пришли зачем? Я собралась продавать, да. Мы с риелтором нашим договорились. Ясно. Так что... Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Центры социальной защиты должны работать с 9 до 6, а в особых случаях до последнего клиента. Об этом сегодня заявила министр социального развития области Татьяна Самохина. Поводом для такого заявления стала ситуация в Центре соцзащиты Дзержинского района. В начале ноября к нему присоединили отдел социальных выплат. Это сделали для того, чтобы сбор документов и начисления происходили в одном месте. Но в результате оформление жилищной субсидии растянулось на долгие часы. Жители жаловались на неудобный график работы, который, как оказалось, установили без согласования с министерством. То, что они там чего-то придумали, сославшись на министерство и сократили время приема, это вообще недопустимо. У нас не было таких указаний. Министерство работает с 9 до 6. Указание для всех – выстроить графики, чтобы все учреждения работали в одном графике. Но, опять же, если посетителей наплыв, то должны работать до последнего клиента. Работу службы уже наладили. Жителям приносят извинения за неудобства. И, кстати, сейчас в министерстве решают вопрос о том, чтобы в Центре соцзащиты оренбуржцев обслуживали и по субботам. Выходка не по чину. Глава Кардаиловского сельсовета на 10 суток угодил за решетку. Такое наказание Алексею Вдовикину вынес суд за езду под шофе и без прав. Услышать объяснение чиновника пока невозможно. К нему не пускают, а мобильные телефоны в камерах изолятора под запретом. Но жители Кардаилова уже разделились на два фланга. Одни считают, глава опозорил деревню и должен уйти в отставку. Другие снова готовы голосовать за Вдовикина и большой беды в его проступке не видят. Чья возьмет, разбирались Елена Кузнецова и Станислав Доминов. Первое Кардаиловское лицо ударило в грязь еще в начале месяца. Ударило, конечно, не в прямом, а исключительно в переносном смысле слова. Хотя сельский глава и был под градусом, но и на ногах, и за руль держался уверенно. И вполне возможно, без приключений доехал бы до дома. Но прямо здесь, посреди родного села, нарвался на выездной рейд ДПС. Алексея Вдовикина остановили. Сколько промилей носил в себе чиновник, неизвестно. От освидетельствования он отказался, а от вины нет. Тут ведь как получилось? Градусы явно были, а водительских прав не было. Спорить был не резон. В судебном свидании он не отрицал, что было мероприятие. Он немного употреблял спиртного. Кардаиловский глава предвидел, дело кончится кутузкой. Говорят, на суд пришел уже с вещами. Благо, арестованному много не нужно. Во временном изоляторе ночины не смотрит. Алексей Вдовикин сидит в камере на троих. Правда, распить с товарищами по несчастью здесь можно только чай. Зато в неограниченных количествах. Отдельная койка. Место у него есть, имеется. Туалет в камере находится. Телевизора нет. Книги, газетные издания. Мы периодически выдаем. У нас имеется там библиотека. Все есть. Что уже? Периодику читает. Что читает? Периодику. Кардаиловский глава читает газету уже шесть дней. Кабинет его пустует. На столе рабочий беспорядок. Будто хозяин только сейчас вышел. Куда именно вышел, в администрации скрывают. Фактористы отрицают. Вот супруга чиновника берет на себя обязанности пресс-аташе. А кто это вам такой сказал? Оперативные сведения. Да вы что? Ну, мы такой первый раз слышим. Уехал. Нас не предупредил. Что далее? Командировку. Надолго? Наверное, надолго. Но слухи потихоньку расползаются. Первыми о проступке главы узнали сельские депутаты. В небольшой деревне большой политики нет. Ведь все почти соседи. Но обладатели мандатов говорят, арест первого лица – форменное позорище с должностью несовместимое. Нужно было бы уйти. Так, ну, это все зависит от человека. Но он вряд ли уйдет, да? Я думаю, что вряд ли уйдет. Господин Водовикин не уходит уже 8 лет. Сейчас у главы пошел второй срок. Если он сам не закончит карьеру на следующих выборах, это могут сделать избиратели. Только вот парадокс. Даже пьяная выходка и унизительные наказания не отражаются на политических рейтингах. Водовикина уже готовы понять и простить. Для остальных я не знаю. Для меня хороший человек. Но если пьяный за рулем. Я ни разу не видел пьяного за рулем. Надо узнать причину, как, что и почему тогда делать вывод. Мне кажется, нет. Сам один раз ничего не значит. Кто-то сорвался, значит, что-то там самое. Ну, всякое бывает. Работа была такая у него тоже. Нервная. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Алексей Водовикин на должность главы сельсовета был избран всенародно. Снять с поста его никто не может. Однако на его выходку уже отреагировали и в области, и на местном уровне. Глава Олегского района, например, откровенно заявил, Водовикинам и до пьяной поездки-то были недовольны. А теперь и подавно. Я считаю, что это событие из ряда вон выходящее. Не должен таким образом себя вести. Да, мы все люди. Где-то приходится там и посидеть семейно, и выпить. Но в конце концов, есть водитель. И если человека избрали, народ оказал доверие. Вести себя необходимо, ну, подобающим образом. Опасная находка на улице Алтайской в Оренбурге. Там, сегодня в лесополосе, прохожий обнаружил мини-арсенал взрывчатых предметов. В целлофановом пакете были тщательно упакованы несколько дымовых шашек, сигнальные ракеты, ружейные и пистолетные патроны. На место прибыли полицейские и саперы. Они обезвредили содержимое пакета. Теперь стражам порядка нужно выяснить, представляло ли оно угрозу для оренбуржцев. Да, например, это будет направлено на экспертизу, где будут знать боевые, небоевые. И какая их опасность составляет для окружающих. К другим темам. С двухнедельным опозданием. Открытие нового пешеходного перехода на проспекте Победы переносится на середину декабря. Изначально строители планировали запустить подземную галерею в первый день зимы, но рабочим помешала дождливая погода. Небольшая задержка сроков, она, конечно, будет в связи с дождями, которые шли в сентябре, в начале октября. Но в целом в 2013 году данный пешеходный переход будет построен. Пешеходный переход вблизи третьего корпуса госуниверситета оборудуют специальными подъемниками для инвалидов. Под землей также разместятся торговые точки. Строительство, напомню, началось летом. Об этом давно просили студенты и преподаватели УГУ. Здесь когда-то был переход, типа зебра, его убрали отсюда. Но студенты все равно бегают по этой улице, подвергая свою жизнь опасности. И поэтому было очень много обращений со стороны студентов. На защиту вместе решением правовых вопросов будут совместно заниматься уполномоченные по правам человека Анатолий Чадов и сотрудники Оренбургской общественной организации «Юристы России». Соглашение подписали сегодня. Взаимная работа будет касаться как внесения законотворческих инициатив, так и практической юридической помощи всем нуждающимся. Правовое просвещение граждан, совершенствование законодательства правозащитного, имеется в виду анализы, оценка его и совместные подходы и предложения по внесению каких-то изменений или новых правовых актов на уровне области или предложение нашим законодателям проявить законодательную инициативу перед федеральным собранием. Статистика говорит, что зачастую очень многие вопросы возникают из-за отсутствия ориентации в правовом пространстве нашего государства. Можно было бы избежать тех или иных проблем, если знать, куда обратиться, как решить тот или иной вопрос, опираясь на законы, где получить консультацию у профессионального адвоката или у специалиста нашего государственного юридического бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. Поэтому теперь, я думаю, это соглашение как раз и поможет людям. Помощь сейчас нужна и маленькой Аяне Майдановой. Девочке требуется экстренная операция. В 10 месяцев ей поставили диагноз – опухоль головного мозга. Из-за страшной болезни малышка может ослепнуть. Спасти ребенка согласились медики из Германии. Но цена вопроса – 1 миллион 700 тысяч рублей. Для родителей девочки эта сумма оказалась неподъемной. С ними и с маленькой Аяной сегодня познакомилась Юлия Гафарова. Маленькая Аяна – долгожданный ребенок. Девочка улыбчивая и приветливая. Малышка родилась абсолютно здоровой. Но в 10 месяцев врачи поставили страшный диагноз. Глиомахиазмы зрительных путей, то есть опухоль находится, где зрительные пути, задевает мужичок. Одни врачи говорили, оперировать маленького ребенка опасно и рекомендовали химиотерапию. Московские медики за операцию взяться вроде готовы, но убрать опухоль полностью не обещают. Можно сделать операцию, убрать всю опухоль, но тогда она не будет у нас видеть. А есть второй случай, то есть можно отрезать опухоль по зрительным путям. Зрение остается, но нам никакой гарантии не дают. Например, если нам опухоль вырежут, то она у нас не будет дальше расти. Зато гарантию успешного результата дают медики из Германии. В специализированной клинике города Хальдерберг уже ждут Аяну, но операция обойдется в 37 тысяч евро. И эта сумма оказалась для родителей малышки неподъемной. Наша зарплата, да, небольшая, и даже элементарно кредит взять мне банки просто-напросто отказывают. Они продают машину, родительский дом в деревне, ценные вещи, но денег все равно не хватает. Времени медлить с операцией больше нет. Девочка может навсегда потерять зрение. Майдановы боятся, что без помощи неравнодушных людей просто не успеют спасти любимую дочку. Я знаю, что вы до последнего не решались обратиться к людям за помощью. Нет. Почему? Не хотели. Мы как-то думали, соберем сами. Они верят, что смогут добраться до германских медиков, и их малышка станет здоровой. И, конечно, будут благодарны любой помощи. Сейчас она особенно необходима. Юлия Гафарова, Дмитрий Журавлев. Наше время. Чтобы энергетика была экологичной, в спорткомплексе Оренбуржья сегодня начали работу две специализированные выставки – промэнерго и управление отходами. Участие в форумах приняли 80 предприятий из 12 регионов страны. Одна из главных тем – альтернативные источники энергии. Это направление набирает популярность. Солнечные и ветряные установки удобны для отдаленных населенных пунктов за счет своей экономичности. Базовый домик с потреблением 5 кВт в час. Установка стоит от 300 до 400 тысяч полностью комплект с монтажем. Чтобы подвести сеть, там в разы будет все дороже. Кроме того, особое внимание экологической безопасности, вопросы защиты окружающей среды, развития безотходного производства под контролем областного правительства. С начала года уже в области мы активно занимаемся вопросом биогазовых установок, вопрос вообще перевода автомобилей, тракторов на газ. Потому что за этим будущее. И не случайно, когда лучшей рекламой было, то те автомобили, которые работали на газе, брали просто белую майку, закрывали выхлопную трубу, она при этом оставалась светлая. Теперь о спорте. Четыре матча за шесть дней. «Металлург» готовится к очередной домашней серии игр в первенстве МХЛБ. Первым в гости красно-белым пожалует хоккейный клуб «Батыр». С нефтеканцами «Металлурги» сыграют на своей ледовой арене 24 и 25 ноября. После медногорские хоккеисты проэкзаменуют ижевскую сталь. Матчи команд пройдут в Дворце спорта «Айсберг» 28 и 29 числа. Еще больше спортивных новостей у нашего обозревателя Сергея Тыщенко. Ему слово. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Битва аутсайдеров. Оренбургская надежда сыграет третий матч в рамках группового этапа женской Евролиги. Соперничать россиянки сегодня будут с баскетбольным клубом «Бурном». Поединок команд в Чехии начнется в полночь по оренбургскому времени. Оба клуба пока замыкают турнирную таблицу «Септета-Б». И у «Надежды» и у «Бурно» по результатам прошедших матчей показатели идентичные. Два поражения, два очка. Лидирует в группе единоличный испанский «Ривос». На второй строчке располагается польская «Висла». «Урал» против «Сибири». «Белые тигры» готовятся к очередной домашней серии игр в чемпионате молодежной хоккейной лиги. На этой неделе наша молодежка ждет в гости коллектива Тюмени и Ханты-Мансийска. Билеты в Оренбург уже заказывают Тюменские легионы, Мамонты и Югры. Кстати, на матче с сибириками «Тигры» выйдут под руководством нового главного тренера Валерия Гудожникова. Предыдущий рулевой Сергей Сюрдяев покинул свой пост сразу после выезда в Пермь. Помогут ли эти перемены преодолеть команде затяжной кризис, узнаем уже скоро. Напомню, в пятницу в Оренбург, пожалуй, Тюменский легион. В воскресенье «Тигры» сыграют в «Звездном» с мамонтами Югры. И пока это все новости спорта. До встречи. Впереди информация о том, где в четверг не будет электричества. А еще расскажем, почему завтра можно и нужно здороваться даже с незнакомыми людьми. Все это буквально через три минуты. В Оренбурге открылся еще один дилер «Лада». Новый автоцентр появился на 12-м километре Нежинского шоссе. Как и полагается, по всем русским традициям, гостей встречали знатными угощениями. И у каждого посетителя была возможность познакомиться и изучить последние технические возможности моделей всей линейки Ворского завода. Здесь у нас продажи автомобилей всех вазовских, как говорится, старые добрые «Лады». Доступные для людей автомобили. Здесь продажи, обслуживание. Центр «Жигули» не просто салон, а целый комплекс по предоставлению автоуслуг. Продажи, ремонт различных аксессуаров. В общем, все то, что так необходимо для вашего автомобиля. Качество и надежность Оренбургского центра «Лада» высоко оценили и представители завода производителя. Построены же с учетом всех требований наших. И материалы применяются достаточно качественно. У нас есть собственная программа «Лада финанс», «Лада в кредит», которая тоже доставляет скидки. Люди могут пользоваться кредитами. Не обошлось и без сюрпризов. Специально для Оренбургцев была презентована обновленная модель «Лады Приоры». «Лада представляет» «Рестейлинговая Приора» с узнаваемым силуэтом и совершенно новым салоном. Первым, кому уже посчастливилось оказаться в новом салоне, оценили практичность и удобство автомобиля. Оптимальное соотношение цены и качества. Здесь идеально сбалансирована вместительность, функциональность, комфорт и надежность. Желающих приобрести обновленную «Ладу Приору» также оказалось немало. Они участвовали в специальном розыгрыше. Ведь победителю при покупке данного автомобиля предоставляется скидка в размере 5000 рублей. Акция продлится до нового года. Мы очень рады, что не только импортные автомобили, но и наши, так сказать, знакомые всеми движениями последних лет «Лада» тоже находятся у нас. Так что не отказывайтесь от своей мечты и приобретайте автомобили в новом автоцентре «Жигули Оренбург». Его адрес – Нежинское шоссе, 12-й километр. Яркие, современные, модные люстры, торшеры, бра и лампы. В Оренбурге открылся новый магазин интерьерного света «Мегасвет». Одним из главных преимуществ магазина является широкий ассортимент продукции. Более 15 коллекций светильников – это хрусталь, галоген, органза, ковка, ротанг и так далее. Разработанных с учетом стилистических особенностей дизайна, комбинации различных материалов, в том числе натуральных. Даже самый искушенный потребитель найдет среди нашей продукции то, что понравится ему. Светильники для зала и коридора, настольные лампы для спальни, брат для гостиной – все это представлено в салоне «Мегасвет» в наличии и под заказ. Являясь крупными оптовиками, мы позволяем приобретать нашим клиентам всю продукцию по привлекательной цене. Дорогие оренбушцы и гости нашего города, магазин «Мегасвет» поможет создать интерьерное освещение для вашего дома. Также имеется детская коллекция для самых маленьких покупателей. В канун Нового года вы можете сделать себе и своим близким яркий и светлый подарок. Сделать вашу жизнь в прямом смысле ярче поможет магазин «Мегасвет», расположенный по адресу улица 60 лет, Октября 1, Дройпе 1, торговый комплекс «Фарштад». Итак, информация от городских электрических сетей. В четверг жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – ремонтные работы. Перебои со светом возможны и в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56-83-38 или 98-48-48. Ну и напоследок. Завтра можно здороваться с незнакомцами, посылать письма с любезностями и расточать комплименты. 21 ноября во всем мире день приветствий. У каждого народа, как известно, свои обычаи и традиции. Европейцы, к примеру, жмут руку, обнимаются и целуются. Жители Лапландии трутся друг от друга. В Новой Гвинеи поднимают верх брови. А в одном из племен при встрече щекочут друг друга подбородком. В общем, как бы вы не решили завтра приветствовать своих знакомых и незнакомых людей, главное – делайте это искренне и с улыбкой, так, как это умеет мой радушный коллега Андрей Ивлев. Завтра вечером он в этой студии. Счастливо! Укладка ламината бесплатна при покупке в магазинах «Ковры мира». Великолепный ламинат и паркетная доска, кафель и керамическая плитка, линолеум, ковры, обои – все это с бесплатной доставкой. Все со всего мира и в одном месте. Ковры мира – мы делаем ваш дом особенным.